Российская экономика вступила в новую фазу развития и главными составляющими этой реальности стали растущая инфляция и слабеющий рубль. Самый актуальный сейчас вопрос, как сберечь деньги. Россияне всерьез обеспокоены обесцениванием сбережений. К середине осени спрос на наличную валюту существенно вырос. Но меня мучает вопрос, действительно ли можно что-то выиграть, покупая сейчас валюту по такому небывалому высокому курсу. Конечно, ослабление рубля ничего хорошего нам не сулит. Поэтому растет интерес к альтернативным вариантам сбережения денег. Эксперты отмечают возросший интерес не только к недвижимости, но и к драгоценным металлам и монетам. О последних я и хочу подробно поговорить. Такие инвестиции краткосрочными назвать сложно, но история знает примеры, когда они щедро окупались. В 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны были выпущены золотые монеты номиналом 10 и 20 рублей. В обращении оказались только 10-рублевые. В настоящее время известны только две пробные золотые монеты номиналом 20 рублей. Одна находится в Эрмитаже, а вторую в 1950 году на аукционе в Лондоне купил за 400 долларов частный коллекционер. Продержав эту монету у себя 58 лет, он продал ее в ноябре 2008 года через аукцион «Сент-Джеймс» в Лондоне почти за 3 миллиона долларов. Конечно, не каждый согласится ждать полвека, чтобы окупить свое вложение. Сегодня ассортимент монет из драгоценных металлов достаточно широк и спрос на них устойчив. Итак, как же правильно инвестировать в монеты? Все продаваемые монеты делятся на две группы – памятные и инвестиционные. Памятные монеты – это монеты, которые ориентированы на представление в драгоценном металле о каком-то памятном событии либо знаменательном случае. Это монеты высокого качества чеканки и, как правило, достаточно небольшими тиражами. Инвестиционные монеты – это монеты, которые предназначены в первую очередь для того, чтобы люди могли вложить деньги в драгоценные металлы в виде монеты. Поэтому эти монеты выпускаются достаточно огромными тиражами, тиражи могут превышать и сотни тысяч штук. За выпуск памятных монет отвечает Банк России. Данная категория инвесторов интересует мало, но зато пользуется спросом у нумизматов. Как правило, эти монеты отличают высокая стоимость, так как при их изготовлении используются сложные технологии и высочайшее качество чеканки. Обычно памятные монеты покупают как предмет искусства, либо в качестве сувенира. Конечно, со временем стоимость такого вложения вырастает, но ждать придется несколько лет, а то и десятилетий. Многое зависит от самой монеты, поэтому предсказать изменение ее стоимости сложно. Но, как правило, стоимость памятных монет растет быстрее, чем цены на драгоценные металлы. Инвестиционные монеты коллекционеров не интересуют. Цены этих монет привязаны к стоимости драгоценных металлов. И также существует банковская наценка. Это около 10% от стоимости монеты. Если вы не планируете всерьез увлечься нумизматикой, тогда вам стоит покупать инвестиционные монеты, как физический драгоценный металл. Одной из приоритетных задач Сбербанка России на рынке монет и драгоценных металлов, это именно предоставление возможности клиентам продать купленные у нас монеты обратно. Мы, наверное, единственный банк, который на постоянной основе котируем огромное количество монет и совершаем с ними операции. Как правило, разница между ценой покупки и ценой продажи может достигать 10%. Поэтому вам придется постоянно отслеживать курс и ждать удобного времени, чтобы ничего не потерять на этой операции. Монеты являются долгосрочным инвестиционным инструментом. Они не рассчитаны на краткосрочные вложения, скажем, на 3 месяца, на 6 месяцев. Это, как правило, вложение на несколько лет. Только в этом случае можно говорить о потенциальной выгоде для клиента. Как альтернативу инвестмонетам можно рассмотреть слитки из драгоценных металлов. Размерный ряд слитков золота достаточно широк и способен удовлетворить спрос любого инвестора. Если мы говорим о наиболее крупных, то это стандартные слитки золота от 11 до 13 килограмм. Если мы говорим о мерных, то это целая шкала от 1 грамма до килограмма. Главное отличие слитка от монеты – это НДС, которому он облагается в том случае, если вы уносите слиток из банка домой. Получается, что в момент покупки вы сразу теряете 18% его стоимости. Вложение в слитки может себя оправдать только при условии достаточного срока. Эксперты считают, что вкладывать деньги в металл стоит минимум на 10 лет. Только тогда данная инвестиция может принести реальный доход. Если мы говорим о сроке, то это такой сугубо индивидуальный метод. Но, как мы всегда любим говорить и придерживаемся стратегии, что позвольте времени быть на вашей стороне. Поэтому более долгосрочные инвестиции всегда опережают и показывают более лучшие результаты. Помимо золота спросом пользуются и другие драгоценные металлы. Золото – это основной металл, который клиенты приобретают в свою собственность. Но при этом нужно отметить, что серебро пользуется также значительным спросом ввиду того, что оно стоит дешевле. Поэтому круг инвесторов готовых и способных его приобрести значительно шире, чем золото. Если вы покупаете слиток золота и выносите его за пределы банка, то 18% НДС – это не единственная проблема. В данном случае могут возникнуть сложности с обратной продажей слитка. Не факт, что тот же банк его купит. Продать слиток гораздо сложнее. То есть нужно найти банк, который купит. Нужно найти приемлемый курс, который даст этот банк. И продать этот слиток. Учитывая, что у нас нет централизованного выкупа слитка. То есть центральный банк не выкупает ни слитки, ни монеты. Чтобы избежать лишних сложностей, многие пользуются таким инструментом, как металлические счета. Счет ответственного хранения и обезличенный металлический счет. Инвестор, открывая счет ответственного хранения, передает в кредитную организацию имеющиеся у него слитки драгоценных металлов. Каждый слиток имеет определенные характеристики. Номер, проба, вес, завод и другие. В свою очередь, банк берет на себя обязательство вернуть клиенту слиток по первому его требованию. Счет ответственного хранения не предполагает получения дохода. Наоборот, клиент платит банку за хранение своего драгоценного металла. Клиент может купить слиток и оставить его на хранении в банке. И вот если слиток оставлен на хранении в хранилище банка, и он не покидает это хранилище, не путает с ячейками, то тогда индекс не возникает. Слитки, оставленные в хранилище на хранение, не являются средствами банка. Соответственно, в случае банкротства банка слиток обязан быть выдан, потому что он сразу списывается с баланса. И клиент является собственником металла. Таким образом, клиент полностью защищен. Счет ответственного хранения подойдет скорее для сохранения физического металла, слитков в натуральном виде. Доход можно получить, открыв в банке обезличенный металлический счет. Металлический счет – это счет, где учитывается ваш драгоценный металл, который не является наличным металлом. Это запись на счете. Вы получаете классический валютный депозит, где валюта – количество граммов металла. Слитки на счете учитываются без указания каких-либо характеристик. Пополнение обезличенного счета происходит безналичным переводом с другого металлического счета, внесением драгоценного металла в физической форме, приобретением металла в обезличенной форме за наличные по курсу банка. Доходность ОМС обычно не превышает 3-4% годовых. Доход может быть начислен как в граммах драгоценного металла, так и в денежном эквиваленте. Драгоценный металл – это долларовый актив. Это валюта, которая торгуется против доллара. Соответственно, это защищает от инфляции, от геополитической нестабильности. Мы рекомендовали бы покупать на металлические счета не столько золото, сколько палладий, потому что это единственный металл, который выигрывает от санкций, наложенных на Россию. С начала года инвестиции в драгоценные металлы показали значительную доходность, которая превысила банковский депозит. Если мы говорим о наиболее доходном, то это палладий, который превысил уже порог 40%, золото – более 20%. Минус обезличенного металлического счета в том, что на него не распространяется действие закона о страховании банковских вкладов. Но если следить за ситуацией, то проблем можно избежать. Страховка металлического счета, как известно, отсутствует, не входит в систему страхования вкладов. Но тут обычно трейдер драгметаллов скажет, что банк не рушится за один день, и, соответственно, всегда можно продать свой металл, выйти в рубли, и тогда ваш счет попадает в систему страхования вкладов. Золото с древних времен оказывало магическое влияние на умы людей, внушало уверенность и являлось гарантией стабильности. Видимо, поэтому в кризисных ситуациях мы по-прежнему верим, что не обесценятся только драгоценные металлы. Кризисные явления, по-моему, отразились на всем, в том числе и на рынке монет из драгоценных металлов. Сейчас, в принципе, люди не готовы активно расставаться с деньгами, они не понимают, что происходит на рынке. Скажем, если мы возьмем кризисы 2008 года или 2000 года, в это время люди очень активно вкладывались действительно в монеты, в том числе и в инвестиционные, и действительно могли зарабатывать достаточно крупные суммы, потом продавая их. Интерес драгоценным металлом, он всегда присутствует, текущая ситуация способствует его росту. В целом клиенты у нас приобретают не только физический металл, но и открывают счета металлические, приобретая золото, серебро, платину или паладе. Так или иначе, эксперты сходятся во мнении, что физический металл и металлические счета – это одни из самых надежных способов сбережения и приумножения денег. Я думаю, в нынешних условиях действительно есть смысл вложить часть средства в золото, серебро, платину или паладий. Ну а какой из предложенных способов выбрать, решать только вам. Задумались о вечных ценностях и пошли конвертировать в уме свой золотой запас. Юлия Нагорная, Георгий Худадян, Банки.ру.